23 февраля ежегодно отмечали как всенародный праздник, День Советской Армии и Валентина Морского Флота. После распада Союза он был принят в День Защитника Отечества. Проведение уроков мужества в районном историко-культурном центре уже стало доброй традицией. День Защитника Отечества его организовали для студентов колледжа Московия. Сегодня исполняется 100 лет рабочей крестьянской Красной Армии. И мы решили провести такую параллель, начиная от 1918 года и кончаясь сегодняшним днём. И поэтому сегодня у нас будут звучать все темы. Естественно, что центральное место на этом уроке было отведено событием Великой Отечественной войны. Чтение отрывков из солдатских писем, кадры военной кинохроники и, конечно, выступления ветеранов передавали атмосферу тех нелёгких лет. 22 июня на нас напали немецкие фурчисты и затянулась война почти на 4 года. Цель этого урока мужества – как можно полнее рассказать молодым людям, сидящим в зале, о славной истории российской армии, не только о её прошлом, но и настоящем, и будущем. Война в Корее, война во Вьетнаме, афганская война, сейчас война в Сирии. Вы посмотрите, какие подвиги, какое мужество проявляют наши русские, ну я по привычке, извините уж, называю советские воины. Не секрет, что в конце прошлого века авторитет армии стремительно падал, но сегодня, благодаря реформам и техническому оснащению, служить в вооружённых силах вновь стало престижно. В армию пошли женщины. И пошли не только на штабные должности, в связь, в медицинские пункты, а пошли в такие войска, в которых и мужчинам-то не очень легко служить. А пошли туда, потому что сейчас всё новое, всё новое с точки зрения науки, с точки зрения технологии, идёт вооружённые силы. История России неотделима от истории армии. И, возможно, после этого урока юноши и девушки, сидящие в зале, по-новому откроют для себя такое понятие, как «защитник Отечества». Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.